Об уровне серьезности публичных слушаний по поправкам с закона прокуратуре красноречиво говорит тот факт, что глава профильной парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, депутат ПДС Олеся Стамате опоздала на мероприятие практически на час. Более того, некоторым экспертам, участникам публичных слушаний просто не дали слова, аргументировав отказ тем, что время истекло. На возмущенные возгласы и критику по организации дискуссий от них потребовали немедленно покинуть помещение. Другими словами, было больше критики, чем одобрение, на которое так рассчитывала ПДС и по процедуре, и по содержанию. Депутат Блока коммунистов и социалистов Василий Боле на брифинге для прессы позже заявил, что предложенные ПДС поправки в закон о прокуратуре в итоге могут быть признаны неконституционными. И для этого есть все основания. Любая попытка внести поправки в закон о прокуратуре без учета мнения Высшего совета прокуроров, а также мнения международных структур, может привести к тому, что вся работа, которую имитирует правительство, и такая скорость, в конечном счете закончится неудачей. Этот проект сырой, по нему также необходимо проконсультироваться с международными структурами. Нарушение процедур может привести к тому, что Конституционный суд объявит этот законопроект неконституционным. Представитель Народного собрания Гагаузии, который также принял участие в публичных слушаниях, открыто указал министру юстиции Сергию Литвиненко на тот факт, что эти поправки нарушают закон об особом правовом статусе АТО Гагаузия, так как был исключен из состава Высшего совета прокуроров генеральный прокурор Гагаузии. На что Литвиненко ответить было нечего, равно как и на конкретные вопросы журналистов. Так, на вопрос Акчен ТВ, когда законопроект будет отправлен на экспертизу в Венецианскую комиссию, министр юстиции четко дал понять, что это не их, экспертов из Венеции, дело. Я не вижу необходимости в экспертизе Венецианской комиссии ввиду того факта, что эти элементы уже были изучены Венецианской комиссией. Под элементами чиновник имеет в виду те самые поправки, с принятием которых у правящего большинства появится возможность отстранять от должности генерального прокурора, когда заблагорассудится. Достаточно поставить оценку плохо его работе. Более того, под элементами, с которыми, по словам Литвиненко, уже были ознакомлены эксперты Венецианской комиссии, правда, когда и где неизвестно, ПДС имеет в виду и механизм оценки деятельности генпрокурора комиссии, большинство членов которой будет также делегировать ПДС через подконтрольный ЕМИ Ньюс и по инициативе их бывшего партийного шефа, а ныне президента Майи Санду. Как подчеркнул депутат Василий Боле, вместо того, чтобы заниматься решением конкретных проблем граждан, ростом цен на топливо, на продукты питания, ПДС занимается политическим пиаром. Он не исключил, что в ближайшее время правящее большинство займется перекраиванием других фундаментальных законов, как, например, законы об особом правовом статусе АТО Гагаузия. Без последствий такая политика не обойдется. Напомним, генеральная прокуратура дала негативное заключение на законодательную инициативу партии действия «Солидарность», расценив ее как попытку принудительной отставки генерального прокурора. Но данный законопроект уже был принят на днях в первом чтении парламентским большинством. Ольга Дзитковская, Виктор Дудук, Акчан ТВ.